Это в самолёте, когда поднимаешься над своей жизнью и можешь посмотреть на себя и на свою жизнь со стороны. Для меня, я, по самолёту, часто пишу, чаще всего пишу самолёте. Это когда мы в этом находимся и нам тяжело чуть-чуть отойти, за спину в себя встать и посмотреть со стороны. Когда получается подняться и посмотреть себя на всё масштабное шире. Просто можно пытаться это сделать при упражнении. Находясь здесь, подняться выше, Минск, Беларусь и планеты. Не знаю, думать о категории планеты, когда люди ходят. И в этом самолёте это сделать легче всего и в этом степени можно надолго побыть. И вот этот момент посмотреть свою жизнь со стороны и почувствовать. Мне кажется, что очень хорошо чувствуется. Что, где и как. Все моменты, когда прописываешь, потом уже возвращаешься и причитываешь, ага, вот здесь вот, вот здесь вот, да, за ковыточкой есть. Для меня, я давно уже нашла этот способ. Он очень хорошо работает. Самые сильные тексты про себя и про свою жизнь. Ну, я причём всё перечитываю. Второй момент, про что мы все, кстати, поговорили. Это про выключиться из своей жизни, да, и оказаться в настоящем. Это то, что нам часто сложно сделать в реальности. То есть, мы же в настоящем можем, типа, оказаться вот, ну, здесь, сейчас, вот просто в воскресенье, там, в центре города. Но нам это сделать сложнее, чем когда мы оказываемся полностью в новой реальности. Да? Мне кажется, что вот второй самый важный и клёвый момент, это когда, ну, то есть, типа, поездки уже мы долго, то вроде нас догоняют какие-то мысли, а тут не то, а тут не всё. Блин, блин, мы только в каждую сели. Вот, наверное, как только начинали куда-то ездить, типа, чёрт, кофе четыре бакса стоит. Ай-яй-яй. А 9 евро в Арабских Эмиратах, да, там вообще? Не ходишь, да. Типа, блин, столько мест. Это надо было столько выбирать. И ну, короче, поэтому все минуты будут. Типа, ну, такую историю. У тебя мозг всё равно, ты выезжаешь, и у тебя ещё на автомате... Расколбас, да? Да. Обычные твои мысли. Все привычки, которые есть, они всё ещё, такой, да блин, то вот это всё. А потом какой-то момент такой фига, и выключилось. И тебе вообще, ну, да, в этот момент, когда получилось, и выключилось всё, и нет тебя, ну, нету Кати Володыгиной на этот момент, со всем опытом там, со всем, что... Выключился за плечами. Просто есть момент настоящий. И всё лучшее для тебя, да? И всё лучшее для меня это должно быть. Как только может лучше быть. Когда ты, типа, именно в том месте, в то время. Да. То есть у тебя выключается всё. Вот это, мне кажется, одно из самых. Это то, почему, ну, вот, зачем мы хотим путешествовать, для чего мы участвуем. Ты же не такой про жизнь, это про состояние, про испытание, когда ты отключён от всего, что тебя обычно цепляет. Это про состояние свободы. Да. Да. И третье, это то, что мы потом из этого можем забрать в свою жизнь. Чтобы это не было только путешествием, которое мы вырвались там на два, кто-то на раз в год, кто-то на два, кто-то на пять. Даже те, кто быстрее в городе играть, это не значит, что, ну, тут вопрос не в количестве. Вопрос в том, что мы потом из этого можем забрать ещё в своё настоящее, да? И станет ли привычка пить кофе в центре города по утрам и чувствовать, как будто ты куда-то выехал, да? Или появится ли желание изучить что-то где-то поблизости. Я, например, в первые какие-то поездки только поезжала. Оказалось, что везде хочется остаться, только не уезжаться домой. Я здесь останусь, и здесь, и здесь. Всегда с трудом даются на прощениях. На границе уже начинаешь просто реально плакать или уже в состоянии ступень близко к этому. Типа, что ну всё, жизнь закончилась, завтра начинается существование. Это первое, которое мы сдаёли, почему ездили. Потому что я туда в стиле, в семейных путешествиях была там в Москве, в Одессе и в Харькове.